Здравствуйте, мои дорогие и любимые друзья! Это ваш второй прогноз на 25 ноября. Как всегда, пройдемся по всем знакам зодиакам и вытащим по одной карте для каждого знака. Первая карта для наших дорогих и любимых овнов. Десятка. Десятка Пентаклей. В этот день, наверное, все-таки исполнится ваше какое-то заветное желание. Либо это какие-то финансовые достижения, финансовый успех. Когда вы получаете в этот день какой-то результат. Может быть, в этот день поступит вам какая-то сумма денег. Либо, может быть, кто-то возвращает какую-то сумму денег вам. Либо вы получаете это от кого-то. Может быть, вы выполнили какой-то проект, какую-то работу. И, конечно же, пришло время за это получить соответствующие деньги. Либо, может быть, в этот день проведете в семье. Это какие-то семейные могут быть достижения. Это может быть семейный бизнес. Это может быть семейное мероприятие. Например, банкет, день рождения, праздник какой-то, веселье, вечеринка. Когда вы именно в семье радуетесь чему-то. Также, может быть, радуетесь своим каким-то достижением. Потому что здесь реализация цели может произойти. Если даже это не связано с финансами. Но здесь точно связано с какими-то ценностями нашими. Потому что здесь, когда человек добивается своей цели. Получает какой-то результат. И он остается довольным. Потому что этот фундамент заложился очень долгое время. Может быть, еще это какие-то вложения. Это как приобретаете что-то такое дорогое. Может быть, либо вкладываете какую-то сумму денег куда-то. И вы тратитесь на семью еще. Селеть. Четверка. Четверка мечей. Здесь может быть какая-то пауза, перерыв. В каких-то ваших делах. Может быть, на короткое время решите отдохнуть. Сделать перерыв. Поехать в отпуск, в санаторий, в ретрит. Куда-нибудь, где нужно просто расслабиться, отдохнуть. Восстановиться энергией. Восстановиться силами здесь. Выспаться хорошо. И заниматься, наверное, ничем. Либо второй вариант. Когда вы самостоятельно замедлите какие-то действия. Потому что захотите дать себе возможность тщательно что-то продумать. Потому что такой человек не будет торопиться с какими-то выводами. Либо принятиями решениями. Здесь он именно даст себе возможность что-то осознать, подумать, прояснить. Или, может быть, просто захочет понаблюдать за ситуацией, прежде чем решаться на что-то. Вот такие вот могут быть несколько вариантов. Близнецы. Семерка. Семерка жезлов. Есть такой смелый, храбрый воин, который будет готов сразиться. Защищать себя, отбиваться. Защищать свою территорию, может быть. Защищать свои какие-то интересы. Также, может быть, вы будете в роли защитника для кого-то. Может быть, это как за кого-то будете заступаться в этот день. Здесь вы будете на старте прояснять что-то, доказывать, хвататься за какие-то возможности. Преодолевать какие-то сложности и препятствия, если они возникнут. Здесь даже, если кто-то будет вам что-то говорить или напрягать, здесь вы готовы себя защищать. Это как отбиваться, отталкивать кого-то, сажать кого-то, как говорится, на место. В бытовых вещах это может проиграться. Что-то делать по дому, такое защитное. Может быть, забор чинить или ставить. Или двери, окна менять. Сигнализацию устанавливать. Либо, может быть, камеры какие-то еще, может быть. Ну, это же такие бытовые вещи по дому, может быть. Но в любом случае, то, что вы задумаете в этот день, вы добьетесь. Потому что с чем бы это ни было бы связано. Потому что вы в роли такого смелого, храброго человека, который берет на себя ответственность, который мотивирует себя. И когда вы готовы, готовы сразиться, готовы отбиваться, защищаться до тех пор, пока вы не докажете свое, не настоите на своем, не выиграете какую-то спору, какое-то дело. Вот, поэтому победа все-таки здесь останется за вами. Рак. Карта Ирафан, Старший Аркан. Здесь такой вот мудрец. Здесь, когда вы будете, может быть, вдохновляться в этот день, может быть, будете вести разговор за какие-то религии. Это тема религии, когда мы религиозные, когда мы поклоняемся, может быть, нашей вере. Либо мы посещаем священный храм, либо, может быть, мы общаемся со священником, либо это какие-то семейные традиции, в этот день вы будете соблюдать. Это еще какие-то, знаете, традиции, системы, которые заложены очень давно в вашей семье. И вы постоянно, может быть, соблюдаете или делаете какие-то семейные обряды, допустим. Либо здесь просто нужно быть этим мудрецом, рассудить какую-то ситуацию мудрой, либо подойти со стороны мудрости. Либо, может быть, будете оценивать кого-то в этот день и принимать какое-то решение. Либо кто-то будет оценивать вас в этот день. Это еще духовное развитие, духовный рост, когда вы познаете себя, когда вы обучаетесь чему-то, когда вы растете, когда вы именно духовно растете. Это, может быть, какие-то практики, ритуалы. Это, может быть, вы изучаете что-то или обучаетесь чему-то необычному. Либо в этот день просто будете слушать своего учителя, наставника, будете вдохновляться. И, может быть, здесь будете пытаться идти по стопам своего учителя, допустим, или брать у него какой-то мудрый совет, обращаться к нему. Лев. Семерка. Семерка чаш. Здесь, знаете, это карта желания, карта иллюзии, карта мечты. Здесь, может быть, мы будем распыляться в этот день. Это когда вы распыляетесь именно на все и все сразу, хотите сейчас, чтобы это все получилось. Может быть, это что-то связанное с вашими желаниями. Может быть, это что-то связанное с вашими какими-то проектами. Потому что здесь, когда человек вот именно все очень, все одновременно либо делает, либо хочет. Но карта говорит о том, что здесь не нужно распространять свою энергию на все вот эти семь чаш, да. А здесь нужно выбрать что-то одно и сфокусироваться, сконцентрироваться и начать делать. И тогда вы реализуете, достигнете своей цели или исполнится ваше какое-то желание. Потому что вот здесь именно нужно будет определиться, выбрать что-то и начать действовать. Иначе это просто может остаться какими-то иллюзиями. В плане бытовых каких-то вещах здесь, может быть, просто пойти в магазин и выбрать там что-то. Ну, платье, допустим, какое-нибудь. Либо цвет. Не сможете определиться, какой лучше вам. Может быть, вам понравилось и то, и другое. И хотите и все. И, может быть, захотите оба платья. Вот, ну, это просто к примеру привела, да. Ну, такие какие-то могут быть темы к бытовым вещам. Но здесь много, много, что нужно будет сделать. Может быть, много каких-то желаний, много каких-то проектов. Но здесь нужно будет просто выбрать одно, сконцентрироваться над этим. И все получится. Дело. Карта умеренность, карта спокойствия, карта стабильности, гармонии. Когда все идет своим чередом. Здесь не нужно суетиться, не нужно нервничать, не нужно переживать, либо опережать какие-то события. Потому что все произойдет тогда, когда это должно будет произойти. Здесь самое главное найти какой-то баланс. Это делать что-то умеренно, может быть, в этот день. Либо вот именно найти какой-то баланс в вашей ситуации. Это может быть, допустим, в финансах, в диете, в питании. Либо, может быть, в отношениях. Но смысл в том, что здесь это спокойствие. Это когда нужно просто довериться. Довериться Вселенной. И все получится. Не пытайтесь опережать никаких-либо событий. Результата просто вы быстрого не получите. Если вы будете опережать какие-то события, вы просто начнете суетиться. И в итоге все равно все произойдет тогда, когда оно должно будет произойти. Поэтому здесь просто стабильность, гармония, спокойствие. Вот такой вот спокойный, сбалансированный день будет. Четверка. Четверка чаш. Здесь, может быть, кто-то будет вам пытаться что-то навязать, и вам не совсем это будет нравиться. Также пойдете, может быть, куда-то, либо проведете это время с кем-то. Ну, обстановка, может, не понравится, либо компании не понравится. От чего-то будете в этот день отказываться, либо будете проявлять свое недовольствие. Кому-то высказывать свое мнение. И, конечно, будете давать знать своему окружению, что вы, может быть, обижены, расстроены, и не в настроении, не в духе. Может быть, захотите побыть в одиночестве. В этот день это как изолироваться от общества и не отвечать на какие-то звонки, либо игнорировать кого-то. Вот, просто побыть наедине. Либо здесь, может быть, кто-то будет приглашать вас куда-то, а вы не совсем будете хотеть. Может быть, не будет настроения выйти куда-то, погулять куда-то, да, или там сходить. Вот, и, может быть, будете даже немножечко крутить носом, как говорится, либо отказываться, либо искать какие-то причины. Ну, здесь вот может быть такой вот эмоциональный день, когда просто будете проявлять свои эмоции, когда что-то не понравилось, и тут же начнете как бы выражать это, да, говорить. Давайте об этом знать, может быть, по своему поведению, по своей интонации, либо на самом деле будете-то проговаривать и говорить кому-то. Вот. Либо это еще карта, знаете, ожидания, когда вы ждете. Либо ждете кого-то, чего-то, либо какого-то предложения. Такой вот момент ожидания, может быть, еще. Скорпион. Двойка. Двойка мечей. Здесь может быть нерешительность. Знаете, когда вы переживаете, волнуетесь, когда есть какая-то головная боль, что-то вас беспокоит. Вот. Это, может быть, какие-то мысли, такие негативные, либо когда вы чувствуете себя немножечко волнительными, в какой-то ситуации, там, где вам некомфортно, там, где вам уже не совсем нравится. Но на данный момент вы не можете принять какое-то решение. Либо вы ограничиваете себя, либо вы не решаетесь на какие-то действия. Но смысл в том, что здесь пора принять решение и сделать какой-то выбор. Но вы боитесь, вы не готовы, вы считаете, что, может быть, у вас что-то не получится. И здесь, конечно же, человек засоряет свой мозг каким-то негативом. Негативное мышление, может быть. Вот. Либо здесь, знаете, какая-то ситуация постоянно повторяется, когда вы с кем-то на штыках. Либо, ну, какие-то споры периодические, скандалы, либо какие-то конфликтные ситуации возникают. Но здесь вы не готовы высказать своего мнения, кому-то что-то сказать. Даже это, если вам не будет нравиться. Потому что, может быть, ни ментально, ни физически вы просто не готовы этого сделать. И вот здесь немножко есть какой-то внутренний страх, наверное. Просто, наверное, нужно быть решительным. И все-таки вас здесь ничто не связывает. Вы спокойно можете встать и поменять ситуацию. Просто, наверное, сделайте этот первый шаг. Будьте более решительными. И отстраните все негативные ваши мысли. И пора принимать решение. Стрелец. Шестерка. Шестерка Пентакли. Здесь может происходить такой вот обмен. Когда вы, может быть, выполняете какой-то проект, предоставляете кому-то какие-то услуги, и вам за это платят какую-то сумму денег. Здесь, может быть, за заработанный какой-то уже, конечно же, выполнивший проект, либо это новый какой-то проект будет, да, или дело, работа и так далее. И здесь клиент вам платит. Либо у вас свое дело, свой бизнес, и, конечно же, он растет и начинает давать вам соответствующие доходы. Также еще, может быть, в этот день, когда вы будете тратиться. Тратиться на своих близких, тратиться, может быть, даже и на себя. Но здесь я хочу пометить, что денежки легко приходят, но также легко тратятся. Поэтому найдите баланс. Это еще, может быть, карта алиментов, когда вы выплачиваете алименты своим детям. Это в зависимости, в какой вы роли. Роли вот этого даващего, щедрого человека, который дает и содержит других, либо в роли этих просящих людей, которые ждут и в концовку получают какую-то нужную им сумму денег. Может быть, что-то будете еще на что-то тратиться в этот день. Если есть взрослые дети, может быть, взрослый ребенок попросит у вас о финансовой поддержке. Либо просто будете тратиться на детей, на внуков, в зависимости, в каком вы возрасте. Ну, вот здесь вот пару вариантов таких. Газирог. Десятка. Десятка чаш. Очень хорошее настроение, веселье, счастье, радость, успех, когда вы чувствуете себя просто, знаете, как радуга, такое радужное настроение, когда вы отмечаете что-то, отмечаете свои достижения, так как быть на седьмом небе от счастья от чего-то. А это может быть семейное мероприятие, либо вы что-то делаете со своим партнером, когда ваши отношения переходят на другой уровень. Это такой вот романтический, может быть, вечер с партнером, или вы вместе общее что-то делаете. Может быть, в плане отношений, может быть, ваш партнер предлагает вам руки и сердца, может быть, вы съезжаете и начинаете жить вместе, либо вы женитесь, венчаетесь и так далее, либо отправляетесь в путешествие, либо у вас рождается малыш, или это новости о беременности, также могут быть. Такие могут быть темы в плане отношений. Это также ваш какой-то успех, ваши какие-то достижения, реализации цели, какие-то ценные покупки, может быть, например, приобретение недвижимости. Для вас это как переезд, новоселье, праздник, праздник души, как говорится. Вот какое-то заветное желание может здесь исполниться, какая-то цель реализуется. Здесь будет путь, что отметить, что отпраздновать, поделиться счастливыми эмоциями. Водолеи. Семерка. Семерка мечей. Здесь, может быть, будут какие-то действия за вашей спиной, когда не совсем, знаете, будет что-то понятным, ясным, что-то под каким-то сомнением может быть здесь. Либо при общении с кем-то вы будете сомневаться в ком-то, либо это может быть какая-то ложная информация, либо, может быть, здесь будут какие-то поступки, чтобы вам навредить или сделать что-то неприятное, нехорошее, или подставить, или обмануть, или, может быть, вы кому-то доверитесь и доверяете, и здесь этот человек, может быть, выдает себя совершенно за другого человека. Либо, может быть, здесь кто-то что-то захочет присвоить, то, что принадлежит вам. Это может быть интеллектуальный какой-то проект, либо это, может быть, ваши какие-то идеи, либо ваш проект выдаст кто-то за свой, допустим, либо здесь физические вещи какие-то, потому что эта карта также указывает на физическое выростство, и здесь, может быть, кто-то что-то захочет присвоить, то, что принадлежит вам. Так что здесь нужно быть начеку, быть внимательными и не совсем быть доверчивыми. Перепроверяйте. Вот, и будьте достаточно осторожными, потому что, как-никак, мячи, это, может быть, что-то касается документов, может быть, это какие-то поддельные документы, это, может быть, какие-то ложные звонки, слухи, письма и так далее. Вот, это могут быть такие профессиональные мошенники на профессиональном уровне нам, там могут послать вам какое-то письмо, либо звонок, либо еще что-то. Либо кто-то может, знаете, идти за вами. Так что, когда вы будете идти пешком, будьте осторожными, обращайте внимание, смотрите по сторонам, потому что, может быть, кто-то следит, да, да, может быть, захотят украсть что-то, или еще за какими-то причинами могут следить, да, поэтому просто будьте внимательными, оглядывайтесь по сторонам. Также еще предоставила бы вариант, если у вас есть какие-то бизнес-идеи, либо проекты, держите их про себе, а не рассказывайте о них другим, иначе просто люди могут воспользоваться этим, или воспользоваться вашими идеями, либо воспользоваться вашей наивностью и добротой. И кто-то может просто вам навредить за вашей спиной. Так что, просто будьте начеку. Рыбы. Колесо фортуны, старший аркан. Здесь, может быть, сдвинется что-то с места, произойдет какой-то прогресс, сдвиг в каких-то ваших делах. Это может быть также расширение чего-то, расширение своего бизнеса, расширение, может быть, дома, может быть, вы затеете ремонт, решитесь наконец-то на это, и, может быть, будете делать пристройку, либо, может быть, вы увеличиваете жильную площадь и переезжаете куда-то в более престижный район, или в более такой большой комфортный дом, допустим, да, из квартиры в дом. Или это, может быть, какие-то поездки, путешествия, передвижение какое-то, может быть, или это какой-то просто сдвиг, прогресс в каких-то ваших делах. Наконец-то здесь что-то сдвинется с места. Может быть, был такой момент ожидания, либо стагнация, и, наконец-то, здесь такой сдвиг. Что-то касается здесь, может быть, эмиграции дальних земель, заграничная, может быть, это клиентура из-за границы, может быть, ваш бизнес расширяется, и у вас появляются, допустим, клиенты из-за границы, либо вы, может быть, развиваетесь свой бизнес на интернациональном уровне. Ну, здесь такие вот какие-то приятные сюрпризы, возможности расширения, исполнения желания. Ну, если вы азартный игрок, может быть, будете ходить в казино, крутить рулетку, или, может быть, играть в лотерею. И вполне вероятно, что здесь фортуна будет на вашей стороне, фортуна вам будет помогать. Поэтому удача и везение ждет вас в этот день. И также какие-то сдвиги и прогресс. Вот такой у нас с вами получился расклад, мои дорогие друзья. Желаю удачи, успехов, хорошего вам дня, солнечного вам настроения. Если вы до сих пор не подписаны на моем канале, буду очень благодарна, если вы подпишетесь. Заранее благодарю вас за вашу поддержку. Огромное вам спасибо за ваше внимание. До завтра. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok